Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок! Я Пашкевич Анна. Хочу вам рассказать в данном видео о том, какие первые подкормки необходимо провести после высадки рассады помидоров в свои теплицы. Чтобы томаты были без нитратов, вкусные, ароматные, сладкие, необходимо в первую очередь правильно их кормить, затем формировать и, конечно же, проводить профилактические обработки против болезней и вредителей. Первая подкормка томатов будет определяться тем, какого качества была рассада, которую вы перенесли в теплицу. Если рассада у вас была с оголенной корневой системой, подвявшая или того хуже подпаленная солнечными лучами, что такое тоже встречается, то тогда необходимо сделать акцент на то, чтобы провести аминокислотные подкормки для того, чтобы обеспечить растения необходимыми строительными кирпичиками. Аминокислоты не являются самостоятельными удобрениями. Они улучшают иммунитет, повышают иммунитет растения. Лучше использовать аминокислотные удобрения, в которых содержится от 30 до 50 процентов протеиногенного компонента. Все, что ниже 30 процентов, оно имеет место быть, но не будет такого быстрого и качественного эффекта. Если с рассадой все в порядке, то тогда необходимо провести профилактическую подкормку, которая будет направлена на стимулирование корнеобразования. Из расчета 10 грамм мочевины, 10 грамм калия хлористого, 10 грамм суперфосфата или 20 грамм нитроаммофоски на 10 литров воды. Этим раствором мы проливаем корни растений и даем им время 5-7 дней, для того, чтобы корневая система тронулась в рост и начались активные ростовые процессы боковых корешков. Подкормки томатов, как и любой тепличной культуры, необходимо проводить с интервалом 7-10-12 дней, в зависимости от того, в каком состоянии находится ваше растение. Как правило, растения всегда нам подсказывают, чего им не хватает. Например, пожелтение нижнего яруса листа, которое может распространяться на более верхние листья, говорит нам о том, что не хватает азота. Если мы смотрим нижнюю часть листа и видим там наличие фиолетовых прожилок или того хуже, листья с нижней части становятся фиолетовыми, то это будет говорить о недостатке фосфора. Если мы будем наблюдать такое явление, как закручивание листьев, то это будет свидетельствовать о недостатке калия. Надеюсь, что у вас в теплице все в порядке, и поэтому первые подкормки вы будете проводить планово. Лучше всего делать это комплексными минеральными удобрениями, с относительно равной по составу формулой НПК. Также можно готовить растворы минеральных удобрений самостоятельно или обращаться к органическим удобрениям. Например, можно ставить в теплице бочку, куда помещать ведро свежего коровяка или конского навоза или куриного помета и настаивать подобное органическое удобрение на протяжении 5-7-10 дней. Все будет зависеть от температурных условий. Помимо того, что вы получите концентрированное органическое удобрение, вы дополнительно будете обеспечивать ваши томаты углекислым газом, который будет выделяться по мере того, как будет сбраживаться ваша органика. И таким образом будете увеличивать качество вашего воздушного питания в теплице. Также можно настаивать зеленое удобрение, которое готовится очень просто. Вся зеленая трава, которую можно найти у себя на огороде в виде крапивы или одуванчиков, на ранних этапах развития содержит повышенное содержание как калия, так и фосфора. В среднем 40 грамм на 100 грамм сырья. Поэтому можно нарезать условно пол ведра этих листьев, залить их водой и также настаивать на протяжении определенного количества времени. Для ускорения микробиологических препаратов и сбраживания можно добавлять такие микробиологические препараты, как например атлет. Если у вас нет возможности подкармливать жидкими растворами удобрений, то можно это делать с сухими гранулированными удобрениями. Например, куриным пометом гранулированным или коровьим, которые, когда мы покупаем их в готовом виде, уже прошли 4 стадии подготовки и совершенно безопасны и хорошо будут усваиваться растениями. Но перед тем, как вы будете просыпать сухими удобрениями ваши растения, необходимо предварительно обильно полить растения водой из расчета литр под одно растение. Также мы не забываем проводить профилактическую работу, которая направлена на предупреждение развития и болезней и вредителей совместно с поливами и с подкормками. Можно эти вещества совмещать. Помимо этого, после проведения основных проливов рекомендую рыхлить почву для того, чтобы увеличивать количество поступающего кислорода и улучшать ее структуру. Не забывайте о таком агротехническом приеме, как мульчирование. В случае перепада температур, которая также касается и теплиц, он будет спасать ваши растения и защищать таким образом от переохлаждения. Надеюсь, что это короткое видео помогло вам составить правильное понимание о том, как важно и нужно кормить растения томатов в теплице. Хороших вам урожаев!